всем доброго бояре с вами гид он и я приветствую вас прохождение игры саму то ну или хотя бы по крайней мере первом взгляде на нее мы все ждали этого дня когда же выйдет самая мега я не знаю сколько томик стоил дорогая игра смута за 500 миллионов рублей которую делали многие лета теперь она вышла только в православном в к play больше нигде и купить нельзя только в к play можно так не знаю скидка там осталась или нет хрена узнает раньше стоило 1600 а без скидки типа 2000 и игра настолько русская что мне нет никакого языка кроме русского сосать пиндосы и так впереди князь милославский смутное время российский геймдев ух огонь давай зайдем на стройке здесь есть даже жестокость перед включением жестокости меня спросили если мне 16 лет было бы мне 14 чтобы я ответил интересно по графике представляете есть даже дело с 3 0 который я включил и надеюсь он будет работать все на эпичном 40 90 заведена раскачегарен сколько там сисисис райзен 95900 все заправлено и настроено релизная версия игры. Именно поэтому не показывали геймплей, что вы не охренели от того, насколько игра будет хороша. Вперед, новая игра. Итак, есть сложности. Заяц, волк, медведь. Для тех, кто хочет насладиться историей без лишних проблем, для тех, кто готов сражений, я готов к сражениям, ребята. Ой, я готов. Погнали. Смутные времена наступили. Вышла смута. А что, все? Загрузилось? Видали, как быстро? Старые люди говорили, что никогда не было так плохо на нашей земле, как в смутное время. Прервался рот грозного царя. Страшный голод поразил всю державу. Умирали землепашцы. Мещали войны дворяне. Волком друг на друга смотрели бояре. И каждый проклинал нового царя Бориса. Ох, Борька. Легко поверила вся земля самозванцу Гришке Отрепьеву, что царевичем Дмитрием себя назвал. И хоть недолго Гришка процарствовал, да с его прихода вся земля в междоусобицу погрузилась. Царь, говорят, не настоящий. Не стало покоя никому. Кому верить и за кого воевать каждый решал сам. Наводнили русскую землю ляхи и казаки-грабители. Ух, шите ляхи. Трясся в Москве от страха новый царь Василий Шуйский. Стояли под Москвой войска очередных понтовщиков. Одна была надежда у державы. От Новгорода к Москве шел славный воин князь Михаил Скопин Шуйский. И бежали от его полков ляхи и бунтовщики. Алло, ляхов! Да недолго его звезда светила. Отравили князя на Перу из-за зависти царя Василия. А без Скопина разбил нас в пух и прах Гетман Жолкевский, что Смоленскую землю забирать пошел. А черти! Приуныли бояре. Царя Василия свергли, а польского королевича Владислава на царство призвали. И стали на Москве во Кремле над боярами пановать ляхи. Ох, ляхи! Но не все государство московское им покорилось. То тут, то там подымались ополчения, чтобы иноземцев из страны изгнать. Вот это верно! Но кто кого переборет, не было ясно тогда. В суровую зиму седьмого года смуты через метель пробивался человек, которому предстояло спасению нашего царства изрядно помочь. Но только об этом никто еще не знал. Это я! Конясь Милославский. Да? Жорж. Рано еще кричать Гойда. Рано. Ну и метель! Не видно ни черта! Как бы в этом поле не замерзнуть, Юрий Дмитриевич? Тут двор постоял и был неподалеку. Люди добрые! На помощь! Слышишь? С кем-то беда приключилась. Грех мимо пройти. Алексей! Подожди меня здесь! Я сейчас! Где сабы-то? В смысле сабов нет что ли? Сабы где вообще? Так. На консоли не выйдет ни на какой консоли. В смысле? Темно хоть глаз выколи. А вот сабы. Яцун, спасибо. Оленький привет. Использование фагела нажмите ты под даун. Что мне нажать? Какой типа даун мне надо нажать? Какой даун? Е ку. О! У нас есть сканирование! Как ведьмаки? Ратник! Я ратник! На Т! На Т, ребята! На Т! А, под даун это типа с геймпадом. Лошадь что-то светится. Никак не потухнет. Нормально же игру слышно? Я не слишком перекрикаю. ее владелец должен быть где-то неподалеку. хорошо. Кобылка еще тепленькая. Едишь вашу маковку по самые уши. Едишь вашу маковку это это по-нашему. Освещение конечно RTX. Р здесь российский буквы Р Едишь вашу маковку по самые уши. Да что ж такое-то. А как же йог макарек? Разнообразнее, разнообразнее. Лесофокс, спасибо огромное за подписочку на бусте на целом месте. Ну чего, столбом стоишь. Помахать давай. Чем помахать? Факелом? Папа, очень красава. Уж шапки облезли. Все, думал, зажрут меня. Спасибо тебе. Ну давай. Ой, ачивки, ачивки, ачивки в АК-плей, казак на дереве. Все как в стиме, ребят, все как в стиме. Наконец-то достойная замена этой американской параши. Ну что, живой? Повезло тебе, что дерево подходящее нашлось. Вот да. Живой, живой, порох у меня царел, без тебя не отбился бы. Ну раз живой, так уж назовись. Я Кирша, вольный казак и сам себе господин. А теперь и ты назови себя. Я Юрий из Бояр Милославских. Спасибо тебе, Боярин. Не забуду я тебя. Ладно, теперь жилье бы найти. А то так замерзнуть недолго. Здесь двор постоял недалеко. Там и помощь найдем и согреемся. Ну, ну пошли, пошли. Казаки! Можно почитать. Только игра на паузу не становится, когда в меню. Вот так. Много сейчас царей. В Москве королевича польского ждут. И мой приемный отец, боярин Кручина на том стоит. А значит и я с ним. А зачем нам ляжский королевич? Державе нужен сильный царь, чтобы никто мучить воду не смел. Ну, с этим не поспоришь. Как же он тушит. Алексей, это Кирша, вольный казак. Дальше вместе пойдем. Слушай, я на казну куморс могу передавать. Все, а дальше пехом с Киршей. А то лошади третий нет, а назад за анимацию садится. Не прикрутили. Много вольного люда ходит сейчас по Руси. Пойди пойми кто друг а кто враг. Это к чему сейчас было? Кирша? Ну, Ведьмак 4 определенно, слушай. Не меньше. Анимации, смотри, все раздувается вообще. Топ, топ, я считаю топ. Здорово, гном. ты кто? переночевать найдется? Поклон тебе, чьих будешь уважаемый. Что значит, чьих? Милославских, я Юрием Дмитриевичем зовут. Большая честь для меня. Найдем место и для тебя, и для спутников твоих. Как в округе-то? Спокойно? Ох, боярин, какое там спокойно. То ляхи наедут, то разбойники набегут. А еще и зверь дикий лютовать стал. В лес выйти страшно. Зиму еле пережили. Тяжелые времена настали. Так еще идет зима, что-то. А, да, поистину тяжелые. Заходите внутрь, гости дорогие. Отдохните с дороги. Вот мы уже и внутри. Что тянуть, действительно? Спасибо Сириусу за соточку. Будучи отличным геймдемом наступил. Да, наконец-то, наконец-то достойные форп форпул эй проекты выходят у нас. Кейджи, спасибо. Привет на пополнение стратегического запаса печени. Благодарю тебя, покорнейший. Приятного просмотра. Отличных стримов. Спасибо. Ребята, 4000 человек уже смотрят на икону российского геймдева. Я рад. Так, продолжай. Скажи, Кирша, где был, чего видел? Что говорить? Мало жил, да много видел. И степь без края, и море черное, и добычу брал, и терял ее за день. Бог пока милует, а рука крепка. А тебя, боярин, куда судьба бросала? Да, побросала немного. И для князя Скопина шуйского языков брал. И под клушины меня гусары с коня копьем сбили, так что год пришлось отлеживаться. А саблю рука не забыла еще? Размяться не желаешь, боярин? Сейчас? Нет, ну вообще не забыла, но может поутру поразмяться можно? Блин, что ж такое? Опять озвучка озвучивали всем селом. Ну что ж так? Меня позвали, я вообще бесплатно бы озвучил кого-нибудь, честно. В следующий раз, ребят, назовите с людьми поговорить, Я, я, я так же смогу вообще, изи. Берешь бумажку, читаешь текст. Ну что, боярин, не растерял за ночь охоту с саблями поиграть? Какая ноль? Погодка какая? Самое дело по холодку сталью позвенеет. В смысле? В смысле, как бы, он уже поспал? Уже утро наступило? Или, или он, типа, прям сразу вышел и просто рассвет. Я не понимаю, почему мы все время телепортируемся? Так, у меня духоты до сих пор круги перед глазами, голову про... Да нет, давай помашем. Саблями, я всегда рад. Ставлями, стирши, пляшем. Ну, модельки, кстати, 4К прям качественные, модельки хорошие сделаны, текстурки тоже хорошие сделаны. Где парирование на правую кнопку мыши? В смысле? Так, что надо делать? Для блока удерживать спейс, спейс для блока. Он защищается рукой. Ну, мое уважение, князь Милославский. Чтоб я рукой да так блокировал. Так никакой ляг не... А! Никакой ляг не пройдет. Ты смотри, ты смотри, у него браслеты титановые, как у... Баку Кратоса. Вот это блокировка, вот это я понимаю. Молодец. Молодец. Хорош. Так, что там еще надо делать? Что там он? Смотри, сбоку заходит. А, нифига, блокировка браслетом круговая. Спиной даже к тебе встану. А! Да? Нет, это с ноги, это пробитие блок... А! Красава! Вот так и знал, так и знал. Магиум. Ты смотри, ну в воротах играет. Ну явно бывалый игрок. А! Бывалый игрок. Dark Souls. На тебе. Он такой, нет, за что? За что? Боярин. На новые лапти. Ой, спасибо. Привет, я долго смотрел твус плей. Спасибо, Никит. Спасибо, Ленейр. Руки у тебя, боярин, откуда надо, растут. Да, не то слово. Словат после ран пока, но то дело наживное. Клету заживет. Ну правильно, руку-то разрубил, явно в кровь. Но клету заживет. Эй, служба! Еды и пиво, быстро! Гребаные ляхи. Быстро! Мрази какие, а? Конченые. Ну сейчас мы их на ляхи-то натянем. Да, некоторый диалог выбора игрока может пулять на то, как Юрий что-то там, в зависимости от выбора Юрий может получить очки милости или гнева. Подожди. Оп! А, то есть, смотри, как... Это так сканирование, что ли, работает? Ты нажимаешь сканирование, и оно работает до тех пор, пока ты его не выключишь, типа. О, господи, а зачем? Ну ладно. Спасибо, Лёх. Приятного стрима после диалога посмотри на верхний ли... Версия 1.0.0. А чё такое? А чё такого? Ну нормально. Версия 1.0.0. Типа на смайлик похоже, что ли? Или чё? Ну может быть. Ну может быть. Спасибо, Кирюха, благодарю. Привет, гид, удачный стрим, тоже жду игру на ПК. Какие... В смысле ждёшь? Иди покупай, ВК-плей! Всё, вперёд, качаешь, играешь прямо сейчас. Видюх 30.50, пойдёт играем. Не знаю, на 40.90 точно идёт. Так что советую 40.90... Пать сразу. Ты баг словил дребезжание в диалогах? Какое дребезжание? В смысле? Версия 1.0. Какие баги? Не должно быть никаких багов. Челом тебя, ваш масть. Чё шумишь? Лучше пойдём с нами угостись. Да. Со мной пить. Многовато вам чести. Пошли прочь, пока Батагами вас не погнал. Ну, мразь, мразь. Гнилая просто, тварь. Ты со мной так говорить не смей. На нашей земле ты в гостях, так что... Уважение. Да, да, между прочим. Между прочим. Да и мои предки, а вас, ляхов, ноги вытирали. Ну, короче, в любом случае, в любом случае, гниль пострадает. Ты со мной так говорить не смей. На нашей земле ты в гостях, так что прояви уважение. Правильно. Правильно. тварь лесная, ещё что-то булькает на языке своём собачьем. Беги, Москва, пока цел. Ах, ты пшек несчастный. пан, не побоишься? Да, ща как так? Не попадётся. Как завуло он позвоночник. Ну айда спляшем. Гойда спляшем. Погнали. Ха-ха, да, наваляй ему, брат, наваляй. Ляху-то паханому. А, блок, блок. Блок, э, блок. Где блок? Вой, вой, вой. Чё блок-то? Блок, мать твою. О, хорош. Господи, почему так громко? Я так понимаю, ты пытаешься подражать гипертрофируемым эмоциям жестикуляции персонажей. Полная, действительно. Спасибо, Даймон. Сейчас ещё консоль сделаем и пойдёт басурманин западный. Вот это в точку. Спасибо. Ну так вот, не, ну где Клим Саныч? Там же анонс он вещает. Я вообще не в теме, не в теме с Клим Санычем, так что не могу за него ничего сказать. Давай музыку всё-таки убавим немножечко. А то басурман не слышу поганых. Так, 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 так. Да, 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 да. Да, всё равно что-то громко. А чё у него светится? Подожди, он ещё и фаермак поджог или барду. Ну, красава, красава, красава. Чё это? А, у меня уклонение какое-то есть. Подожди, у меня уклонение какое-то есть. Типа, типа ты идёшь, идёшь, идёшь влево, да, и он такой, нет, а как это, как это работает? Как работает это уклонение? А? Вот так, что ли, или чё? А, да, ну пробел, короче, ты типа такой. А, пробел и W это типа так. Это типа так, типа так. Надя! Это что, тихо? На! Ух, нифига, ну он мансует. Ну, красавчик, очень. Красавчик. На, вот так пробил защиту. Покарал. Вот это я понимаю. Чё, чё там дальше? Пошли отчитаемся. Вижу, что у вас с нашими гостями свой разговор был. Да. Это ты хорошо сказал. Ты мне, мразь, только не помог даже. Спасибо тебе за помощь. А мне пора в дорогу. Надеюсь, мы ещё встретимся. Тогда ступай, да немедли. Опять куда-то телепортируемся, шо ж такое. Дребежание в диалогах, отключи RTX, поставь TA. В смысле дребежание? Ты имеешь в виду, когда камера переключается на то, чтобы другой кадр и там чутка подёргивается? Ой, да пофиг. Вот, Алексей, мы и дома. Сто лет тут не был. А всё как прежде. Ой, девчонки всё те же, так же не выросли. Здравствуй, батюшка Юрий Дмитриевич. Заждались мы тебя. Чё музыка-то так вырубается резко? Чё там, чё там? Громковато, да? Давай ещё, давай ещё уберём. Давай музло уберём. Вот так. Эффект вот так. Применили. Могу поднять вам на пару децибил. Вот так. Нормально. Так. В открыт журнал задание нажмите «Жей». Первый день в поместье Кручины. Учитель мой Григорий, старый вояка, верен боярину, как пёс. А других того же ждёт. Надо его расспросить, если уж он не знает, что на уме у Кручины, так никто больше не скажет. Том, будто и не ужал отсюда никогда. Сколько времени прошло, всё здесь по-прежнему. Так, а что-то неуловимо изменилось. А может, я изменился. А пёс его знает. Так. Классно, смотрю с удовольствием. У меня вопрос, будет ли продолжение РД... В смысле? Так вот же, третья часть вышла, наконец-то. Я чё-то не понял. Зачем эти все басурманские РДРы вам нужны? Нет, нет, нет. Играем в наше. Играем в своё. Вот так, вот так ходят сейчас разработчики смуты. Вот так, да, прям по офису так и ходят. До открытия кодекса нажмите K. Еп. Это мы знаем. Лёг, ты уж третий раз пишешь одно и то же. Я же ответил. Ключи РТХ, поставь ТА. Чё за ключи РТХ, поставь ТА? Ты чё... Что имеешь в виду-то? Что? Какой РТХ мне отключить? Какой РТХ мне отключить? Какой? Какой РТХ? Размытие движений. Во, надо убрать вообще его, к чёрту мать. Вот размытие, да, уберём. Так. Жопашник, ой, спасибо. А пив воды можно восстановить здоровье. Прекрасно. Я просто смотрю сейчас немножко там чё-то... Чё такое? А, ладно, это у меня глюки. Ты куда-то стоять? Кто к нам пожаловал? Сам Юрий Дмитриевич. Я рад тебя видеть, Григорий. Давненько не виделись. Как раны твои. Говорили, знатно тебя гусарские кони потоптали. Было дело. Да, он с божьей помощью отлежался. Добро, добро. Я тебе ногу дёргать. пока сюда добирался? Худо совсем на дорогах стало. Купцу с обозом не проехать, крестьянину не пройти. Если Тати не убьют, так поляки обдерут, как липку. Порядка нет. Вот и развелось душегубов. Но как новый царь на престол сядет крепко, так и наладится всё. А точно наладится? Много кто Владислава на троне не хочет. Боярин Кручина сказал наладиться. А он-то на свете повидал куда больше нашего. Да и я, знаешь, на его службе полстраны изъездил. Не знаю, не знаю. Бояре в Москве Владиславу присягнули, но недовольных всё пруд пруди. Пока ещё их вразумят. Уж не сабли ли ты их убеждать собрался? На боярина лучше смотри. Он уж давно впереди войска не едет, а дела вершит великие. Иной раз словами не обойтись. Саблю тоже доставать надо. Вот и развоевался. Силы-то вернулись? Саблю в руке сейчас держать можешь, вояка? Сумеешь учителя своего порадовать? Как же он из-под лобби смотрит? А чё же не порадовать? Да, ёп! Подожди секунду мне! Дай хотя бы, блин, учитель ты! Вот и щит появился. Сейчас я учителю этому накидаю. Да что ж ты будешь делать? А! На! Ух ты ж, ёп! Хорош! Уклоняй! Уклоняйся, мать! Блин, музыка чё-то всё равно толпашит прям в уши. Да уклонись ты, твою мать! И падает он, и падает. Так. Почему жестокость выключилась? Я же включал! Я же включал её! Почему она выключилась? Так, стоп. Чё там отключить? Ты имеешь в виду DLSS 3 отключить, что ли? Лёх! О чём речь-то? Так. Генерацию, что ли, отключить? Или чё? Чё он делал? Метал сглаживание ТСР, при чём тут? ТА, что ли, включить? ТА, что ли, включить? Нет. По-моему, дело-то не в этом. Там сглаживание DLSS, что ли, третьего? Позабыл мою науку. Да разве такое забудешь? Да, моргает. Век помнить буду. На это не надейся. Начнёшь лениться, быстро ловкость растеряешь. Да где же я ленюсь? Каждый день упражняюсь. Алексея вон спроси. Ха! Ещё бы он твои слова не подтвердил. Ты в полдень скажи, что ночь на дворе, так он кивать начнёт. Ну да ладно. Руки твои сами за тебя всё говорят. Штокость выключилась, потому что ты не подтвердил возраст через госуслуги. Ачивка моя прелесть. Я не понял, авторские провалы стилину колеса. Так что там? ТСР? Чё? Чё ТСР? ТСР? Ну чё ТСР? Нет, это не то. Хочешь сказать, генерацию надо вырубить? Генерация кадров ФС... Что такое авто? Допустим, авто. И чё изменит? Чё? Бэм. Чё? ССР? Нет. Люмин какой-то. Какой люмин? Группа такая есть. Так, музыка всё-таки прям чё-то херачит. Давай так. Ну вот так. Вот так. Канадь Ваня увидит дребезжание в диалогах. В смысле? Дребезжание? Это в смысле вот это вот дёрганье ты имеешь в виду на экране. А ты ещё говоришь отключить RTX? Я не вижу, где в игре RTX, Лёх. Когда-нибудь Лёха услышит Ивана, да. Не задерживай, боярин ждёт. Да это я понял. Распешай, боярин ждёт. Мерцание. И вообще дребезжание это термин, относящийся к звуку, а не к видео. К видео можно отнести моргание, мерцание, дрожание. Ты мне говоришь отключи RTX. Лёха, нету там RTX. Господи, объясни нормально, братиш. Как? Как мне отключить RTX, если настройки RTX нету? Нету её. Не-не-не-не-не-ту её. Там. Какая картинка без RTX? Где RTX в настройках? С возвращением, Юрий Дмитриевич. Здорово, будь, Прохор. Не совсем тебя забота заели. Поместье-то вон как разрослось и всё на тебе. Здорово. Ох, батюшка, заели, ещё как заели. Зовсем не углядишь, а боярин у нас строг. Ну уж не серчай, что я тебе забот добавлял. Молод был, глуп. Господь с тобой, Юрий Дмитриевич, мыть тебя сушило, почитай, сразу и отстроили. А хлеб всё равно старый был, сгорел, туда ему и дорога. Туда его в котель. Вот вернулся ты, глядишь, с Божьей помощью и за церковь примемся. Что, так и стоит брошенная? Хоть и храм Божия, а руки не доходят. Укрепили, чем могли и оставили до времени. А сзаду всё бурьяном поросло, мы туда и не ходим. Ну, да это Бог. Юрий Дмитриевич, а не поможешь ли в деле одно? Чё, сено натаскать? Что за дело? Свиней изловить. Повадился кто-то из наших в подвале снеть воровать. О! Вроде бы и берёт немного, но захаживает часто. То мясо сушёного стащит, то масло горшок. Так может, крысы у вас завелись? У них зубы что угодно сточат. Мне стрелец один рассказывал, у них в остроге пушку медную съели. Так и горшок, да? А крыс у нас Васька есть. Да видел я давеча Ваську твоего. Грелся на крыльце сметану с морды слизом. Я представляю, там чел такой Васька его зовут. Так он-то крысу не жрёт, брезгует, придушит и выкладывает у крыльца. Зато ему сметана и положено. Ну, если так, то согласен. Я поначалу думал, леса или ещё кто под землёй ход прорыл. Но больно уж чисто всё, Юрий Дмитриевич. Следов никаких. Зверь-то неразумный непременно бы наследил. Разберёмся. Люди тоже следы оставляют. Так. Люди тоже следы оставляют, это я понял. Ещё раз. Ещё раз. Значит, отключить генерацию, вы имеете в виду. Метод сглаживания ТСР, ТА, так, да. Да, попробуем. О, да, ну, так по-бачи будет. Какой RTX отключить? Специально-то поменять и DLSS попробовать вылить. Вот, а ты Мегарши TX выключить? Блин. Вот. Короче, DLSS к третьей неправильно работает. Вот, так нормально. Ну, в чём ещё испытать меня хочешь? Чеканом помашем, ятаганом турецким? Или лук и стрелы прикажешь подать? А Васька где со сметаной? На крыльце. Вроде и вырос ты, а всё ребячишься. Ты боярин, а не молокосос какой. Пора уже не только саблей махать. Да и молодняку больше знать и уметь надо бы. Например? Ты вот шумишь много, а иной раз нужно ужом проскользнуть. Тише воды ниже травы. К врагу в лагерь? Лазутчиком? Такое мне по силам? Сомневаюсь, что сумеешь. Спорим смогу. Испытай. А чё по Ваське-то? А чего тут думать? Как ночь настанет? Прокрадись во двор? Да послушай, о чём холопы боярские говорят. После мне доложишь. Всего-то. А ты думал, я тебя сразу на Туречину пошлю? К султану турецкому под кровать? Нет. С холопами сначала справься. Кляхи. Да почему? Мы так долго разговаривали, что ли? Чё? Чё происходит? Почему ночь? Чё? Как-то? Чё? Оп. Оп. Затаился. Затаился. Иду по стелсу. Иду по стелсу. Не иду по стелсу. Почему ночь наступит? Что случилось? Как-то вы долго базарите в этой игре. Уже ночь блин наступила. Так. И чё мы делаем? Так. И чё мы? Опа-на-опа-на. Чё так вот? А ну-ка такой идёт? Идёт за телегу спрятался? Сейчас бы бабу приобнять так. Записываю. Приобнять бабу. Харбутник. Жениться тебе надо, ну вот чё. Я ж молодой ещё. Рано мне жениться. Как девок по деревням портить, так гораст. А как жениться, так молодой? играешься? Вот. Тишкин дымоход. Пропишут тебе ухватами. В раз за ум возьмёшься. Алёна, вон. Дымоход. Дымоход. Ссал саку. К ней бы подойти. Она самой боярышни прислуга. Такая сама к кому хошь подойдёт. А ты стой. Так а чё я? Хуже всех. Я может? Ты А чё там? Крамола одна похабщина. А чё ты там может? Подожди. Тут на самом интересном вообще. Эх ты ж. Ну ладно, погнали дальше. Дальше слушать черти этих греховодных. Так. А мне всё ещё сюда, что ли? Подкрасть холопом возле стях вы холопом. Так. Так, а чё куда? Куда крас-то-то? Сюда? Так я этих уже и слушал. Чё, туда? Чё-то не пойму я. А, ладно. Это надо с другой стороны зайти. Так холопы не подслушиваются. Холопы отсюда подслушивают. Чё по снегу? Ну блин, РДР посмотри, прям как в РДР, в снежке утопает. Следы остаются. Стоп. Меня тут вообще не видно. куда ты спрятался? Ого, вот такой. ты в Рида не завирайся. Как ты поймал? Портками. А мы по-простому ловим. На луму, как дедами заповедовано. Главное места знать. Ну, что это за места, где щуки в два пуда водятся? А в запруде, что близ развалин монастыря. Небось, монахи когда-то и пустили. Ой, врёшь, ой, и завираешься. Той запруды курица по колено. От кельтам щуки взяться. Да я не про ту запруду, что одесную, а то, что ошую, подальше. Там глубины, во. А ещё там самища живёт. Сказывали, козу как-то с водопоем тащил. А может и Людёв таскал? Ой, да сказки всё это, кто-то его сама видел. Сказывают, что видали. Ночью всплывёт посередь запруды, вроде как бревно, а глядь, рыба. Охеренно. То, о чём, а эти рыбалки. Детям расскажу про сама эту. Невероятная история. Так, дальше чё? Кстати, зрачки смотрятся просто божественно. Посмотрите на их глаза, прям класс. Вы помяните моё слово, братцы. Быть беде. Да что ты заладил, беда, беда. Ноешь, как баба на сносях, спасу нету. Говорят, что боярин наш ляхом продался и веру продал. А нам за иноземцев воевать скоро придётся. Тише, тише. Ты дурак такое говорить. Григорий узнает, плетью отходит так, что неделю лежать будешь. Говорю же, сам видел. Ляхи по дороге через лес ехали. Все оружные по сторонам так и зыркают. Ах ты ж. И чё с того? С сляхами боярин дела ведёт. его голова. А твоё дело помалкивать. Будешь много рот разевать? Шепнёт то боярину про это. Будешь бить на конюшне. Будешь бить на конюшне читать то-то же. Не договорил. Холопов за такие сплетни накажет. Только в чём их вина? Ну как? Утарили чутка. Здрав будем боярин. А не подожди. Рано рано пальцат. Опечалил ты меня Иоанн Свят Едонушка донат мой немалый без внимания оставил. Никитич Косарик спасибо тебе огромнейший но пропустил пропустил в делах. Саряныч словно стрим Иоанн Свят Иоан Свят налей с куртофельной жареной да с лисичками ой благодарю от души от души от души спасибо. Краб с Нибиру ну что чувствуете как российский игропов встал с колен? Я тоже нет смысле нет смысле нет сейчас тебя иноагентом объявят здрав буди боярин это тебя на новую саблю огромный привет из Эстонии о привет ну ты тут сорян заляхов спасибо спасибо кто там ржет ну как всем чатом исполнил я твое задание ни одна живая душа меня не видела а точно исполнил может проспал всю ночь вот и не видел тебя никто и прокрался и разговоры холопов боярских и про сама узнал даже так и про что же они между собой говорили те что первые навстречу попались про баб толковали так что там поподробней ну тут не ошибешься если два мужика сойдутся непременно баб помянут как же он смотрит другие про рыбалку один все хвалился что поймал щуку огромную и это дело привычное про рыбалку и охоту чего только не расскажет вот и я помнится матерого кабана ладно в другой раз да не давай трави уже что еще слышал а еще два холопа глупости обсуждали это кто и какие записал записал всех записал говорили что кручин теперь слуга польский от веры полосланной отступил не не буду сдавать дураков холопов этих я плохо слышал далеко стояли вроде был там один напастями разными и нелепицами приятелей своих стращал тени своей небось испугались дайкоты а потом еще и небылиц напридумывали теперь веришь мне верю верю только смотри не загордись мимо лентяев этих ты прошел а вот настоящих сторожей просто так не обойдешь надо бы с домашними поговорить новости узнать я типа всю ночь тут ползала а потом до утра с ним база почему утро какого хрену я не понимаю почему почему нельзя просто поставить какой-нибудь черный экран с надписью на следующее утро вудфак блин да я на монтаже могу это прокрутить за 5 секунд ну не просто женой включили день включили ночь вудфак здравствуй аленушка светочей моих давно же я тебя не видел все шутки шутишь Юрий Дмитриевич уж год прошел как ты уехал а ты все никак не поумнеешь так как же мне в глуши поумнеть ты вон при дочери боярина каждый день служишь ей ума набираешься а я с медведями брагу гонял одичал совсем негодник ты и что в тебе Настенька нашла стасковалась она вся по тебе батюшка ее все смурной ходит о делах думает Григорий то в разъездах то на дворе на слуг орет а от тебя невесточки а ей каково какое дело я то ждал что боярин кручина не сегодня завтра Настеньку замуж выдаст думал на свадьбу не успею ох Юра Юра храбр ты да не больно сметлив сходи проведай Настеньку ладно схожу не волнуйся то есть у тебя здесь какая-то баба здесь да и ты к ней даже не заглянул первым делом угу 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 понятно ходил там по ночам ползал про самов слушал к любовь своей не зашел даже да угу угу ну все пусть она тебе в щи сейчас дарит ухватом ты кто батя смурной Юрий Дмитриевич не оплошай на тебя вся надежда да батя смурной вот он уже знает что сейчас ухватом прилетит вот и ухват рядом стоит я же говорил ну здравствуй птица синица дай обнимусь считай год тебя не видел синица вспомнил тоже у меня вообще-то имя есть где пропадал басурман только и вестей что ранили тебя после невесточки а мы с Аленкой тут одни в четырех стенах сидим как в тюрьме не на модельки топ ох Настя тосковал я сильно думал помру с тоски ни к какому делу душа не лежала вот и писем не писал хоть бы весточку мне прислал дурень что ж ты так Настасья Тимофеевна зачем себя так изводить вроде не чужие люди Юра не тебя одного тоска грызла ох Настя прости что лишь о своих печалях думал но я тебе вспоминал постоянно да в бане так вспоминал каждый раз у стражника украсть ой дурак с девками вспоминал с мужиками вспоминал все время тебя вспоминал только не писал ничего ты конечно писать не умешь дурак так по месяц ты кажется не изменился как в детстве помнишь как играли на стенах да давай поностальгируем а поместь это кажется и не изменилось совсем как в детстве помнишь как играли на стенах хорошо помню беззаботные мы были все время вдвоем тут на дворе пропадали и алена за нами хвостом всегда бегала и не говори Насте каждый кирпичик тут знаком будто друг старинный а помнишь как лас тайный нашли и батюшка высечь грозился такие чумазые вылезли ага слава богу ума хватило нам про лас не проговориться иначе бы осерчал твой батюшка в конец интересно а он цел еще нашел его кто-нибудь да кому он нужен я все смотрю нет никому дело ни до стен ни до церкви ветшают ступай уже Юра устал наверное с дороги да он уже здесь двое суток тусуется какой устал с дороги спасибо огромное что ты мхак за такую мега внушительную поддержку и донати крупный благодарю тебя благодарю спасибо 3 евро на новый пригодится обязательно на ухват ищи и на славянский гидостелс илвар благодарю спасибо так ну модельки здесь они сделали хорошие кстати окна из слюды молодцы тоже сделали по канону так сказать то есть никакого там те стекла была слюда вот такая вот потом чё чё у нас тут ещё чё да вообще молодцы чисто исторически конечно игра сделана хорошо то есть и визуально тоже сделана хорошо когда всё это начинает двигаться появляются вопросики конечно но 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 опять же unreal engine 5 вот это вот это хороший движок здравствуй батюшка тимофей фёдорович юрка здравствуй родной мой вижу что стоишь крепко значит рано уж зажили эх отец бы тобой гордился не жалуюсь рука саблю держит крепко да вот скука заела в конец утомился я бока отлёживать в дело хочу слава и честь сами не придут эки ты вояка попридержи коня давай сначала посмотрим кого ты рубить собрался слышал я что ты по дороге с ляжским разъездом сцепился ну было такое ну было и было ох нехорошо это я королевичу владиславу крест целовал со всеми боярами вместе а не много ли себе люди королевича позволяют да и где он королевич этот да и чьей он веры какой бы ни был а другого уже не будет либо владислав либо снова меж собой резаться да самозванцев без конца на царство сажать ну что ж твоя голова в этом тимофей федорович и твоя рука юра я королевичу крест целовал и ты целуй как скажешь тимофей федорович целуй тварь ты мне вместо отца стал и твоя присяга все равно что моя вот и хорошо юра а теперь слушай меня всю игру так слушай внимательно ты хотел службы будет тебе служба да хоть в пекле чертей рубить тимофей федорович завтра 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 езжай на волгу в новгород нижний князь пожарский все никак успокоиться не может опять там людей собирает на бунт храбр он да не больно умен разузнать нужно кто к нему пристал да сколько их почистили мне по ночам красца до разговора подслушивать ты же юра как только что брал ходил там по-тихому их на честное поединке вызывал тот то и здесь пойдешь не пострадаешь без глаз мы сейчас тоже правда не по душе мне это но что ж поделать а я стар чтоб на такое дело идти мне уж помирать пора настю вот только сосватать осталось за человека верного да близкого где ж ты такого человека найдешь посмотрим вернешься из нижнего так и поговорим ступай юра с богом ну про тебя речь дурака ты такого про тебя иди опять по кустам ползай подслушивай про самов всяких вот может и бабу дадут ну ступай юра с богом чё-то лицо недоброе недоброе гришка поди-ка сюда как там мое дело нашел писаря ищу тимофей федорович можешь не волноваться смотри дело тонкое лучший нужен иначе не сносить нам ребят в смысле а как же просьба прохора я не понял сейчас так расспросить холопо холопа холопе где он где так а ну иди сюда борода многогрешная он им фонарем лицо светит то и полкан за всех отдувается и что же ты ничего не видел напрасно возводишь боярин все я видел ага значит видел ты кто еду из подвала таскает да как же не видеть когда они все время туда-сюда бегают они так их тут целая шайка знам а дело одних поварят четверо да сами повара ну и прочая дворня девки синые туда же челединцы ну отвечай когда боярин спрашивает тьфу ты дурак отвечай когда боярин спрашивает кто еду ворует а не кто по делу берет а я почем знаю по делу они берут или без дела вот-вот а зачем тогда ты здесь поставлен известно зачем чтобы чужие добро боярское не скрали так скрали же выходит проглядел ты вора чужих при мне тут не пробегала не проходила не проползала на том твердо стоять буду а что дворня таскает зато я не ответчик ну так оно и понятно да а просить дворню где дворня дворня там а вот и дворня а ну стой куда зайцев потащил каких зайцев так это мне сказал сходи в подвал там справа в клете зайцы висят что вчера заполивали выбери который пожирнее будет и неси это кто тебе приказал ну этот в шапке горластый а чего ж ты двух тащишь если сказали одного принести а я чего они ж все худые то не нагуляли жирок не знаешь кого и выбрать вот взял двух пускай сам выбирает а второго потом обратно снесу снесу его к чертовой матери скотину такую врешь скотину я не знаю мне кажется похоже на правду это ты конечно правильно подумал ты вот еще что подумай дело нехорошее творится ты о чем парень я же просто зайцев может ты может и не ты еду у нас приворовывают слыхал о таком страсти то какие что же это действо кто же этот гад такой что это творит вот хочу это выяснить это ж не ты боярин смилуйся не виноватый я ага-га-га ага-га а а он жир мне в ответ не твоего говорит ума забота мол я ему к делу пристрою ну смотри мне спасибо окажется что соврал из-под земли достану а пока ступай и зайцев своих не забудь блин диалог в конечно просто ту его худ чё-то ходил скать забыл жесток диалог ты будешь метрофан конюк здешний ну я буду а ты значит боярин юрий дмитриевич не пережёшь ты жеребчик своего боярин чего ты взял а с того боярин что на боках у него отшпор шрамы а спина смотри седлом натерто что пришпоривал было нигде автом имелось великое оседлал его слуга мой Алексей с него и спрошу мой тебе совет боярин побереги коня дай ему отдыху хоть пару дней он тебе не раз еще за добро службой верной отплатит ты мне зуб ты не заговаривай ты мне моим конем зубы не заговаривай я по другому делу пришел сознавайся ты еду из боярского подвала таскаешь ну хоть бы и я ну а втащу сейчас да как это хоть бы боярин тебя на двор взял коней доверил ты его хлеб ешь сам же говорил про службу верную все ты верно и складно говоришь боярин нам двор не в еде отказу нет не до отвала кормят но с голодухи ноги не протягиваем а вот сестре моей понимаешь совсем худо оттащала мужик ее зимой от горячки помер одна с пятью детенками осталось один другого меньше а сестра твоя тут при чем так я что с ней не для себя таскал для детей ее а не врешь чтоб мне с места с этого не сойти боярин если вру сам ни крошки чужой в рот не брал ну и что с тобой делать а почему рот в масле смилуйся боярин я в подвал больше не полезу самую голодную пору перетянули а дальше уж как-нибудь перебьемся крошкам в рот не брал конечно ты ж масло тырил ну и все да типа а нет сдать надо ну и все и повесить тебя а вот что хотел сказать когда меняется один персонаж камера на другого какого-то черта черный экран мигает как будто кто-то глазами моргает ужасно неприятно что скажешь Юрий Дмитриевич удалось тебе вора найти да нашел нашел конюх метрофан это был вот террас вот уж на кого бы в жизни не подумал парень скромный и добрый лошадей любит страсть бывало кто в конюшне захворает ночами не спит мед ворта тут и оно что добрый он еду не себе таскал а сестре с детьми и малыми вот оно как да уж что сделать то а это уж тебе решать я вора нашел как просил дальше уж сам ты дворовыми делами ведать поставлен а ну как боярин узнает тимофею федоровичу курей с гусями считать некогда он про князей да королей думает вот и я думаю ни к чему боярин обеспокоить мелочами всякими отважных дум отвлекать мы тут сами как-нибудь ладно прохор мало у меня времени тимофей федорович уже заждался чё там леданка с кем блин чё там чё там леданка с никитой бесогоном блин и тут михалкову пиарят у чёрта понятно икона такая да я только подошёл я бы кнопку прожал там типа выйти может я не хотел выходить ну ладно о поплыли а чё так тихо блин ну то громко то тихо а если не научишь в попу ты получишь я не понял вообще как-то это всё не православно мне кажется стоит стоит тут каким-то ведомством заинтересоваться после таких после таких чистушечек за такой фольклор да в 50 году ох так не ну блин лагает какого хрена ой лагает чё-то ну типа тут побольше стало объектов вот и лагает да пошли по сюжету я чё-то тут разгуливать не хочу потому что вряд ли мы чё-то найдём самое лучшее мы уже увидели точнее услышали граждане нижегородские люди русские где микрофон спрятал кто из вас не знает о бедствиях царства русского мы все видим его гибель и разорение а помощи ниоткуда не ждём долго ещё злодеем поить русскую землю кровью наших братьев ну реально с микрофона выступали долго ещё православным стонать под позорным нирмом иноверцев потерпим ли мы чтобы столица подчинялась иноплеменному воеводе оставим ли в руках врагов москву отвечайте люди граждане и братья неужели умирая за веру христианскую мы пожалеем достояния земного концерт шамана для содержания войска отдадим всё золото и серебро а если мало и этого продадим всё имущество заложим жён и детей наших вот всё что я имею и пусть выступит желающий купить мой дом с этого часа он принадлежит не мне а войску православному а я сам мы все вся кровь наша всей земле русской сонорус и погнал ну красиво 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 гайда болин лагает трындец вообще шаштакой это ну в смысле 50 кадров чего тут только нет со всей руси товары везут так а если ртх включаю ну в смысле длсс мне кажется получше будет а ну-ка ну да да сказал купца еремеева надо в заряде искать опа да как заряд в москве не понял да красиво 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 все красиво по визуалу красиво и историческая экскурсия я думаю должна быть финальным релизом этой игры и не более они дымка тебе не кажется что один из твоих модеров тебя дискредит пишешь что а я и говорю хрень ну не знаю не знаю как по мне так тут проходим полностью со всеми допами ждем делся купец а хором аж княжеские да богато здесь живут да домик то ооо хорош 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 печечка тут опять же а там ну дай пройти то хоть посмотреть хором твоей боярин приветствую господин хороший чего желать изволишь шапку твою я Юрий Милославский от боярина Кручины от Дмитрия Федоровича как же как же знаю боярин все подробности написал велел помогать чем только смогу для начала нужно мне с вождями ополчения встретиться князем Пожарским и Кузьмой Мининым ого понимаю но к ним то с улицы просто не зайдешь ну так да еще на Красной площади я не простой человек с улицы отца моего в Нижнем помнить должны верно помнят здесь отца твоего Юрий Дмитриевич это дело прошлое а Минин да князь Пожарский власть нынешняя многие с ними встретиться хотят хотя ты боярин не из простых людей но в очереди желающих и продавителей найдутся и как же мне с ними встретиться а рот что не надо открывать все обленился гад дам я дам я письмо к знакомому моему Ивану Филатову он у Кузьмы Минина ближайший сподвижник а дальше что а дальше уж как он скажет только думаю сперва на тебя Юрий Дмитриевич в деле как он посмотреть захочет ну и чтобы свою выгоду не упустить да уж вы купцы выгоду упускать не любите между собой купец с купцом всегда договорятся когда речь про деньги зайдет но у тебя другой случай деньгами с меня не взять это точно понимаю потому и думаю что Филатов другую службу тебе предложит а там уж как себя показать сумеешь Юрий Дмитриевич за это не беспокойтесь ох Юрий Дмитриевич Юрий Дмитриевич ну давай разбираться я бы играл часть кучу такую си ни разу не релизная версия покажет 3.5 из 10 ампинеза скромает анимация полный фарш да у них конечно с анимацией что-то совершенно невменяемое потому что он вроде как такой нет делает это а по диалогу там все что-то другое да что-то что попало поставили да и все нет чтобы перенести ее там на годик да и как-то доклепать что-то сделать там какую-то боевочку поинтересней визуал то сделали блин ну жалко жалко смотри отражение хорошее все андрей ленджин пятый пашет оптимизации конечно нет ни хрена ну ну что-то даже сейчас без рофлов но обидненько немного все по визуалу нормально все сделали а как играть так и не во что ну хочешь базаришь со всем привет гидж что ведьмак православная охота мой первый демок кстати спасибо базе сменатор ходьбы туда-сюда ну пока что да одна вот поэтому кстати геймплей то не показывали а что показывать как ты бегаешь одного персонажа к другому ну так такое добрый день уважаемый харитон еремеев меня к вам послал вот письмо от него сыну князя милославского в нижнем новгороде всегда будут рады а уж если ты решил в ополчение вступить так это и вовсе отлично с такими-то людьми мы в два счета поляков разобьем в ополчение я вступить готов но только надо бы мне место достойное получить честь рода на мне а вот это не просто будет много нынче знатных людей в новгороде собралось кого не спроси у всех род тянется если не от самого Рюрика так уж от святого Владимира ух я родом горжусь но за ним не прячусь пусть князь испытания назначить покажу чего стою ах Юрий Дмитриевич как бы я мог запросто князю пожарскому войти он сидел бы тут а с Мининым староста наш человек занятой не отвлечь его сейчас уж больно дело важное он затея так кучишка какой-то со мной милославским говорить не хочет да ставьте медведя в покое милославским и новые не ждал хорошо внукам потом будешь рассказывать кто тебе помог что за дело есть у меня сарай лодочный на оке стоят да с недавних пор завелись там тати чё за тики и качика моего до двух людей с ним били смертным боем до из поднего разделе едва живы остались и соседи от них разорение а виноват меня расскажи где твои сараи сегодня же пойду да неподалеку на берегу если справишься с татями век не забуду это не обязательно просто помоги с мининым да князем пожарским встретиться не беспокойся Юрий Дмитриевич мы хоть не от Рюрика рот ведем но цену слову своему знаем крепко если что пообещал сделаем ура ура не закончили а они закончили подавать мне мысль что чтобы встретиться с одним мне надо пойти кого-то побить ребята наконец-то геймплей не знаю как вы я слушал только частушки ваня ваня простота купил че там хвост у хота или че там было я не понял надо записать обязательно мне кажется ли актер озвучки тоже что уничаю может это прикол атомика ядрюч опа вот это вот как в assassin's creed понимаешь предки предки нечаева играем за предкой нечаева я думаю достойно оно моргает но зато не так лагает опа новая частушка российский ведьмак это то еще удовольствие так лодочный сарай с титями а ну пойдем посмотрим кстати знаете что я хотел бы в этой игре чтобы была возможность а за шо в смысле хлопцы за шо а жестокость это вот это вот красное малиновое варенье которое из них вылетает это жестокость и посчитается да мочи тварей не знаю что напали на меня правильно в упор смоляясь за ружье меня вот так да о о финишем да фы тянуки уничтожен так куда идем то что все ну достойно я считаю достойно еще полчаса диалогов ребят let's go gg из игры подразделенно похож на gg из комедии робин гуд мужчины в трико можешь прям сейчас фотку открыть фильма да я верю тебе 2.5k боярских лайков уже заслана красавчики ребята ну вообще конечно не боярская это дело мужикам по яйцам бит о новая порция частушек принимая работу хозяин нету больше лихих людишек в твоих сараях неужто всех порешал Юрий Дмитриевич всех я им не вел может кто и убег но уверен к твоим сараям они теперь надолго путь забудут вот спасибо так спасибо Юрий Дмитриевич признаю не ждал я что ты так быстро беду мою исправишь вспоминай диалоги в конце экзамен будет получилось договориться гранатов есть человечек один Васька Варганов кабаки отпускные деш разное про него говорят за многими он дружбу водит но уже он точно знает кто перед князем слово замолвить только не обессудь Юрий Дмитриевич Васька я безлишне на то надобности дел не имею ты уж как-нибудь сам справлюсь не впервой ты главное про Минина не забудь зато не беспокойся боярин мое слово крепкое коль обещал в лепешку разобьюсь но непременно сделаю почему ты такой медленный хотел я вот еще кое-что обсудить нет спасибо за участие спасибо за участие пойду искать твоего ваську ваську богом надеюсь не пропадешь в это время смутно вот так и подумают значит но все о чем они говорили это медведи который должен их научить пердеть лент окажется это оскорбление чувств русских найти ваську пошли ваську искать васька здесь где-то должен быть да почему я иду тетку с медведем отсюда даже слышу кто-нибудь уже заткните ее доброго тебе дня и тебе и не хворать боярин с чем пожаловал выпить желаешь или в заклад чего дать не затем я сюда пришел а вот тебя начали если не за выпивкой или закладом что ж тебе боярин надобно сказали мне что ты всех в Новгороде знаешь и с кем угодно свести можешь уж не знаю кто про меня такое брешет друзей у меня и впрямь много человек я простой душа широкая с людьми схожусь легко но чтобы с кем угодно это перебор нужен мне человек который сможет перед князем пожарским слово замолвить князем пожарским да уж видно орла по полету а может тебя еще с царем немецким познакомить а может тебе хлебал завалить и по делу мне что-нибудь сказать прежде чем ответить возьми грамотку это почитай и прежде чем ответить не подумав возьми грамотку это почитай хорошие люди за тебя просят а хорошим людям я всегда помочь готов так в чем вопрос хочу в ополчение вступить ну это дело нехитрое записать туда любого готовы а там и отцы командиры тебя приметят ежели в первом бою не помрешь но ты ж тропинку покороче ищешь все ты верно понял дорогой человек я-то человек маленький но вот ходит ко мне в кабак иной раз стрелецкий голова Прохор Голчин он ты может князю пожарскому словечко шепнуть а как с ним заговорить да просто сядь да скажи что хочешь за державу саблей помахать Прохор у нас душа простая и таких же как он лихих рубак всегда приветить рад понравишься ему считай полдела сделано за своих он всегда горой стоит что ж спасибо за совет да не за что боярин дело то пустяшное ты заходи коль нужда какая будет а как у тебя все наладится глядишь и у меня к тебе дело найдется обязательно обязательно да действительно почему нельзя поставить ускорение диалогов я бы дождился и купил с ускорением диалогов как в телеге раз там в полторашку врубил и все и нормально так и быстро отрубили погнали дальше к следующему NPC что до найти прохора прохор иди сюда заговорю тебя до смерти где ты там прохор прохор едя федя съел медведя да блин он внизу где-то зря сюда поперс любители древнерусской тоски я бы древнерусскую тоску только с древнерусским драмбэйсом смог переварить но его здесь нет открой в углу змейку поиграть надо какую-то встроенную мини-игру пока не базарю богатый дом охраны считай нет смелый человек этот голчин а что тут прям среди бела дня разбойники навалятся это всех пограбят не знаю не знаю ладно у тебя куст вырос на дороге боярин в смысле елка целая может это выдержишь нет код обшел добрый день и ты боярин будь здрав коль не шутишь с чем пожаловал да хочу в ополчение попасть за святое дело воевать что ж дело-то хорошее только ты добрый молодец небось рядовым стрельцом пойти не согласен сразу в командир иметь да мне уже не важно кем а если лошадью что в том дурного род мой древний да и сам я с воинским искусством с детства знаком потому и хочу дело общему но и лучшим образом послужить не ты один боярин не ты один как прошел слух что жалуют у нас за службу верную деньгами да поместьями много новиков набежало и все как на подбор и роду знатного и саблями машут что мельница иноземная только посвист слыхать так разве это плохо когда люди к вам идут да вроде как и хорошо а только с другой стороны где же на всех денег до земель напастись минин да князь пожарский так днем и ночью глаз не смыкают значит проверять надо кто языками молоть гораст а кто и дело делать умеет и то верно а ты сам боярин из каких будешь испытаю узнаешь хоть на саблях могу хоть как по яйцам еще бить умею но сейчас не буду устал за день да и хмельной слегка мне кстати глаза у всех одинаково цвета то непременно за тебя слово перед князем пожарским замолвлю все родня что за дело беда у нас недавно приключилась зарубили друга моего старого стрелецкого десятника говорят люди он тем вечером в кабаке с иноземцами служивыми крепко полаялся и вышли они следом но как рубились того никто не видел а точно ли это они может напраслен возводят точно больше некому да они и сами в слободе сидят но наружу не кажут явно вину за собой чуют я бы и сам посчитался да отговаривают мол если слух пойдет что сам стрелецкий голова немцев без суда порешил большой урон всему ополчению выйти может отчего же они хоть и веры не наши но воюют знатно пробовали уже без них первое ополчение к москве пришло а стены ломать нечем инженеры нужны пушкари умелые а своих мало теперь понятно но это если кто другой со стороны тех наемников порубит это дело другое а я о чем толкую когда людишки пьют без меры да задирают кого попало всякая беда с ними приключиться может а я схожу посмотрю на тех иноземцев а то и в самом деле как бы с ними беды какой не приключилась а я вот так да даже островской есть в озвучке кто это очень попросил чтобы не учура это сама на меня напала это я мигом главное чтобы они хоть чутка по-нашему понимали давай давай сейчас мы раззадорим поговорить со старшим так кто кто за старшой бусурмане ух ты шью вот эта шапка сразу видно немец ну что латыняни да люторы хорошо ли вас кормят поэт да не шалуемся по я я кемска волос кемска волос а а а вот спросить давно хотел правду говорят что девки у вас там не девки а перед девки вовсе мужики переодеты а я вот спросить давно хотел а вот правду говорят что девки у вас там не девки вовсе а мужики переодеты до геропа девка а повернется креп бородища как у дьякона да вот еще зовут а мужики вроде вовсе не мужики а наоборот бабы в мужском потому и лица у вас бритые и портки срамные мойтесь еще обидеть вас любой может хотя нет европейскую а еще говорят что когда не смотрит на вас никто один к другому задом поворачивается и наклоняется как баба да да так все есть самого бабой сделаем ох ты борзый какой иди сюда ним чурас пляшем хрена он там палашом машет погнали я мы двое время масса могли тебе портки вот так этих так этих заднеприводных всех своих гейропах то понаделали портков срамных иди сюда пищи первый уровень да так ему еще промеж ног оружие но там ничего нет кто отбойство разбил иди с нами боярин там разберемся а чё музон то грустный гейропцев этих одолели бравый должен быть а все меня просто вывели отсюда я просто отсюда вывели отпустили а чё они тогда приходили вообще я мог просто уйти с тем же успехом чем не поменялось а ну поговорим эх боярин как же так случилось то у кто это сделал тут как-то вышло прихожу а иноземцы лежат порублены видать повздорили с кем-то за слово пьяным дуракам в драку влечь что трезвому моргнуть ай-яй-яй и то верно ну да и господь с теми немцами жили грешно не по православным нашим обычаям и померли неладно может кто по ним горевать и будет но точно не я ну да а как с моим делом получится с князем пожарским переговорить это непременно такие люди нам нужны кто не языком болтает а дело делает а ты боярин я погляжу и в прям белым оружием рубить изрядно научен учитель у меня был хороший здесь тебе научиться вряд ли выйдет спасибо году много все горластые а когда дело доходит едва знают с какого конца за саблю браться хотя постой знаком ли тебе семён стрема ухов стрема ухов впервые о таком стрем на уху погода к твой тоже с белым оружием ловок сам князь пожарский ему благоволит семён как раз мне жаловался дескать и поразмяться не с кем кто против него не выходил дольше минуты не держался если этот семен и вправду так хорош я с ним подружиться за честь почту у него неподалеку деревенька я письмо напишу чтобы ты чужаком незваным не явился если впрямь друг другу по душе придетесь обоим польза будет а мне на кое-то мне на кое-то идти с кем-то там закусываться я чё-то не понял проведать хритон я чё-то хожу всех проведу бабушками то проведать не надо с пирожками я тут все так и ходит зад вперед руки в карманы так на чуть прям далеко идем далеко идем далеко далеко идем от того-то код и гладок поел и на бок это а как вперед стрим перемотать или это визуально на это визуальная новелл это что просто тут еще бегать можно и мечом махать стать почему белое оружие это расистка есть еще черная ну-ка расскажите мне знатоки и стоит кого там правит вот этого да ну тут в кофта не ходят видать этого да ты тихо там не дергайся хорошего тебе дня боярин точно как дела твои все ли сладилось как хотел дела идут да только все окольными путями тут уж ничего не попишешь прямой путь не всегда короткий да быстрый иногда вроде в обход идешь а приходишь раньше других муторно мне на душе от путей этих и от людей с кем якшаться приходится васька и тварганов что с виду тать что по речам к обневоле бояринок ручины десятый бы дорога его обходил что тут поделать юрий дмитриевич такая уж доля выпала не замаравшись дела не сделать выбор то не богатый или руки чистые или совесть ух чую попомнят мне на том свете дела эти не боярское это дело не мое я так полагаю дмитрий федорович тоже хотел бы в светлом тереме сидеть до пироги медовуха сбивать а ему вишь сколько грязи всякой разгребать приходится наше то дело малое замыслах его подсобить вот на дно только и надеюсь что боярин кручина лучше нас знает что делать надобно в этом не сомневайся дмитрий федорович всегда наперёд глядит на десять шагов если уж он чего затеял значит так оно и должно быть да это бог на выходу и кезу памятного тебе тут письмецо передали велено было лично в руки вручить за письмо спасибо пути не так давно расстались а тоска все одно гложет понимаю дело молодое горячее сам бывало в разъездах дальних по торговым делам не спал не ел все же не молодой думал ах ты старый хрэй еще какое дело есть ко мне есть юрий дмитриевич не дело так просьба одна надобная мне укладку с бумагами человеку одному передать не поможешь не надо не соглашайся на это своих подручных мало сделал закладку заложил лишь вопрос тонкий и деликатный человек-то дворянин молодой из-за иноземцев будет времена сейчас сам знаешь какие а ну как нет кто-то по пьяному делу слухи по нижнему пойдут а оно мне надо ты тот человек надежный ладно передам я твои бумаги кому и где их отдать надо будет на постоялом дворе недалеко от города к вечеру аккурат обернешься а как я узнаю кому именно бумаги отдать зато не волнуйся узнаешь не пропустишь да он в таком же кафтане и шапки будет такой же надо быстро дворе с глазами такими же других ты не сделал шалят не случилось бы беды так так то облеса сейчас идем отлично ну красиво сварит по визуалу вот бежишь на красиво да прям как за эндржиха играешь ну эндржиха еще вдобавок сюжет был а тут что-то прям базар базар а понятно это конец локации ну ладно зато загрузки ты видал какие ты видал какие загрузки шустрые ой ките даже бегает за китю балл накидываем за цыпленка 2 вот уже и 3 ок смутно играть обоих а зима а чё это было чё сейчас было почему я здесь я да я моргнул что-то произошло же да почему красную краску на земле разлили кто эти люди почему они дохлые где я я же вроде какой-то дом заходил там музыка какая-то ничё не понимаю какие иноземцы каких иноземцев догнать чё за ну красиво ну красиво я не могу ничего сказать это правда красиво ну кроме этого то где игра где игра то у красиво не ну и глянь знал что балдера надеюсь не слишком поздно не вот кто делал весь этот лес ну респект красавчик вообще мне нравится а ведьмак 4 один вопрос игра где как я здесь оказался что я тут делаю иногда лучше не лезть на рожон чтобы перейти в скрытный режим разобраться с разбейниками блин серьезно да ну да попробуем а я же предчувствую веселую схватку с этим волком ну погнали да вот так его за что вообще ну хорошо перейду я скрытный режим и чё он меня типа не заметит он стоит просто смотрит все пошли стелс смотрю вообще листва отодвигается господи просто кризис какую-то ну не геймдева в смысле игры ты смотри я в кустах там меня не видно и пошел и пошел а то-то чуть-чуть быстрей быстрей быстрее он же меня сейчас увидит а так не увидит море я в елках я в сосне я ягод я не знаю что такое нет никого пока вот так и правильно ветер просто ветер просто ветер ну давай там где-то это оружие бороду чё-то чешет почему он стал я ничего нажимал и почему вы стоите а вот я правда не нажимал встать я клянусь я просто сидел смотрел на его рожу ждал пока он уйдет типа это желтая херня откиснет просто взял встал и спалился какого хрена боли ну ты вилами прям шарашишь как надо брат ай 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 прям с мушкета зарядил падла что зря нереализм не так заряжается долго заряжается минуту там заряжать делаешь лук с локтя меня слышь с локтя прям не попал блок дээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что с того прошу прощения новой женщины вот the fuck и что то с того типа женщине не пристала стрелять из ну да она типа она типа военная женщина вообще-то вообще-то необычную того времени так что так что да чему мы здесь она здесь была дрались бомжами мы там а ты кто предводительница их нет но прошу прощения прекрасной пани я был поражен тем как ловко вы управились с этими двумя разбойниками делу давай увы их было больше двух мне повезло что тут оказались вы пан юрий юрий милославский я ехал за прошу прощения не вам ли я должен передать бумаги от купца еремеева спасибо дочек а так это вы тот гонец от харитона которого я никак не могла дождаться что ж сегодня мне вдвойне повезло давайте бумаги пан юрий одну минуту по ней называйте меня иреной как скажете пани ирена пани ирена красивое имя как все мысль а как же твоя то умеете не только махать саблей но и говорить комплименты ты чё тут флиртует ну да пани ирена одно как так вышло что вы тут оказались обстоятельства род моей госпожи древний но в последнее время обстоятельства складывались против них у нее не осталось верных мужчин чтобы поручить им важное дело я вижу пани ирена вы и сами справляетесь не хуже любого крылатого гусара но если вам все же потребуется помощь я запомню ваши слова пан юрий кто знает возможно это не последняя наша встреча и следующий раз у вас будет шанс исполнить свое обещание музонт какой господин ну все потик мужик чудеса какие девушка какова я думал такие только в сказках бывают но все так то есть то твоя барыня сударыня с бусами боярскими это типа ни о чем да а это прям перо себе в шапку вставила и все потек ай-яй-яй-яй-яй-яй и чем не тут делать а сваливать ну прекрасно ускакала блин а мне пехом давай шканды бай там же колодец есть прикинь зачем пойду водиться и запью колодезной байкальской водицы пойду хлебну волчара это мой колодец понял он будешь знать вообще на чей колодец метит вот так вот а ну и спить водиться байкальской ну будем здоровы будь здраво боярин как раз погнали что там было что тут может быть есть такой квестовые точки есть свистни лошадь прибежит какая лошадь где как свистнуть бегаешь и бегаешь себе там же две лошади стояли не знаю кстати может на них и можно было залезть не факт я не пробовал что вызвать лошадь нажмите x опа о скрипит потертое седло ачивка мне летит в лицо ну красавчик красавчик кстати лошадь скачет как-то получше даже чем в этом вронине смотри нормальная анимация там какая-то корявая как по мне было ну и в принципе вот он на лошади так скачет дергается нормально но моментами хорошо моментами кринж то есть как бы еще годик этой игре точно мариноваться надо было производственном аду но видать деньги кончились знаете 500 миллионов они быстро утекают сквозь пальцы миллион сюда миллион то сколько стоило хогвартс озвучить по моему два ляма да если я не ошибаюсь или всего лям сколько хогвартс стоило озвучить как слезть отсюда и а тоже на x смысле ну допустим она появляется из-за экрана но не но но не так же ну не так же она должна ну пусть в закат куда-нибудь у скачет просто пусть стоит здесь пучок пусть ган все нет лошади вот the fuck почему она исчезает джон просто исчезла неважно чуню там на шапке град стольный кто таков всем пожаловал юрий из милославских а это про тебя мне голчин на медне писал рад что ты нашел время в гости заехать времени свободно у меня пока много а вот с друзьями не очень приехал недавно знать никого не знаю это дело наживное был бы человек хороший а уж друзья найдутся да хорошо бы голчин писал что ты на саблях драться ловок да как сказать говори как есть сам себя не похвалишь никто не похвалит да хорошо и там дерусь но вот насколько умело не скажу но врагов пока хватало это верно раз живой значит не так уж мало твоего умения а вообще давай-ка испытаем кто чего стоит сейчас а чего тянуть жена потом заругает что на гости прямо с дороги набросился но потом обидно руки у тебя по сабле соскучились есть такое сам один я каждый день тренируюсь а вот чтобы с другими давно уже не получалось второй раз против меня редко кто выходит я не испугливых да разве ж я пугаю так предупреждаю давай позвеним саблями поглядим чья возьмет вот у меня ва о босс ребят босс босс погнали семён стримаука версус юра милославский да я бог нажимает алё осел а пробил прям пробил прям блачина мой вопрос у меня вот если озвучка хоквартса стоила два ляма рублёв понятия не долларов они из пятиста лямов не могли два выделить на озвучку всей игры черт подери профессиональную не чё не успел да чё не успел чё не успел вот так не учил тебя никто левый клик прожимать я победил мне 200 чего-то там далее ребят чем не 200 далее медали чё-то 200 о прикинь тут даже калкан у меня есть копье у меня есть а я чё мог на копье переключаться а как что пистолет у меня был а как это все а как все это работает обереги какие-то мать твою за ногу это что еще такое у меня еще и это было а ну глянем доступные очки развития 3 путешествие чуть такой установите артефакт для получения уникального бонуса разблокируйте слот разблокировать слот это что такое доступно это 3-0 доступный к вот чё такое все разблокировать этот слот что вот этот ага я разблокировал этот слот и теперь могу установить сюда царский золотой враг с полным здоровьем получит значительно больше урона от легкой атаки юрия ратника так значит ладанка с никита без агоном шанс критического удара сов ней заметно вышел сейчас знать бы что такое совня а ну-ка значит ставим сюда царский золотой вот хорош так а это что такое вот что-то разблокировал установить у меня есть яхон броня плюс 2 ребят ну слушай сейчас мы еще знаки прокачаем и вообще туп а у меня есть какие-то камни нет камней в инвентаре артефакты давай разблокировали вот так установили это чё такое перчатки ямщика из по-близости можно встретить сороку она опа здесь еще и сороки есть нифига вот это видали игра прям новыми красками заиграла сразу куда куда там куда там а вот ты где иди сюда базаре даже даю настройку сейчас уберу длсс в новгороде все лагало без нее длсс выключаем а если я а если я включу тссар будет я не взорвется будет нормально да уж брат верно мне голчин написал с белым оружием ты впрямь ловок это заслуга учителя моего с малых лет он вменяет науку вбивал когда словом добрым а когда и палкой охаживал так надо сейчас коль встретитесь кто из вас вверх возьмем вот не скажу давно уж не выпадала нам сабли скрестить я хоть и многому научился но учитель мой тоже не старик еще за рукоять крепко держится хоть и говорил он что учит меня всему что сам знает до с тех пор мог и новому обучиться это верху ходе узнавать всегда полезно я вот много ухваток с надо купил смот и меня удивить сумел ты у тебя приемы сыскались мне неведомые раз так решено друг у друга учиться будем с превеликой радостью я ж пока не пределе голчины про желание твое в ополчение вступить отписал если он про тебя князю пожарскому слова замолвит да я при случае вставлю болезнь в скорости у князя ближником не надо при случае вставлять а то делом делать они только деньги доводчины клянчить если сможешь за меня князю пожарскому сказать в большом долгу буду и коль чем помочь надо только скажи да так то мне ничего не надо сам не калека хотя постой есть одно дело семья наша с давних пор монастырю печорскому помогала давеча настоятель письмо прислал хочу мигнулся опять не с руки в их сторону я не понял могу взяться чего бы нет сказал же времени у меня пока в достатке это пока поверь как станешь ближником у князя пожарского вздохнуть лишний раз времени не будет отдал сам неугомонный и у других праздности не терпит ты вот сегодня меня чудом только что они мигают между фразами так и заехал хоть ненадолго с семьей перевидаться а так вседлеть днюю и ночую походе это дело привычное посмотрим посмотрим как ты через неделю взводишь каждая реплика каждая реплика отделена дай бог еще увидимся отделена как-то физически буквально то есть даже если он говорит две реплики подряд все равно экран мигает так где там где карась наш найти дорогу к монастырю прикинь нашел вот это да нет лошади исчезает по методу джокера даю здесь же не пройти дай бог здоровья привет тебе путник с чем пожаловал настоятеля вашего хочу увидеть дело у меня к нему медведя с чистым сердцем идешь да какое не есть ну ступай к настоятелю за церковью его дом там и решишь что на сердце у тебя тяжкий груз не троица сергиев монастырь конечно но братья старается как может да красиво красиво братья твой монастырь отрисовал красивый я вообще ничего не говорю вся игра по визуалу очень хорошо сделал а к технике у меня столько вопросов в роздых библи друг мой семён стремоухов сказал что нужда у вас приключилась письмо вот вам передал да помочь просил он сам в заботах с утра до ночи благодарствую сын мой стремоухов и наши обители всегда помогали а что сейчас не может так то понятно хорошо вернешься передай ему благословение мое всей обителью молимся за победу воинство православного передам всенепременно отче а что за беда то у вас приключилась вы же рядом с городом не на ошибе мы это с городом а вот деревеньки наши по округе разбросаны раньше-то все хорошо было а нынче то недород то еще какая напасть а теперь одна деревенька и вовсе оброк слать перестала вот опасаюсь не приключилась ли чего с людьми то жаба приключайте сейчас немерено развелось по дорогам без отряда воинского и не проехать а может крестьяне сами перестали оброк слать да уж не знаю что и думать сын мой понятно что времена нынче тяжкие но прежде старались люди хоть что-то дослать в обитель я уж думал избрать и кого послать может обойдется в разумлением словесным да только сомневаюсь а ну как на погибель отправлю аки диким зверям в пасть думаете грабители ваш оброк забирают все может быть раньше в людях был хоть страх божий а теперь уже иные открыто говорят что ни черта не божьего гнева не боятся даже здесь в святой обители спим с дубьем на готове будто в набег не христи ордынских да только все никак тут на татарских не кончается надеюсь все же закончится вскоре это и вырезали дебу ну не надо про то так смысле одно этой надежды и завар дымский скажешь и мой зато и молимся ежечасно господу нашему а в деревню эту я наведаюсь погляжу что там да как атмосфера резидент evil просто не знает что-то веселятся так чё там 26 инок никодим и ног никодим да хорошо медведь можно заколебали выключить эти частушки чертова достали они меня что исполнил ты свое дело исполнил до новое получил помогу вашему монастырю как могу это дело богоугодное глядишь и сердце на место станет ну ступай на месте у меня сердце ну с божьей помощью вперед с божьей помощью вперед до спасать честной народ так поговорить мне нравится мне здесь что-то тут не так да в смысле погоди 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 я ничего не путаю то есть он боялся слать людей в деревню через дорогу чего вот сюда надо было прийти что ли вот сюда он не хотел людей слать а то мало ли что через дорогу через дорогу подожди может я чё путаю дай поговорим доброго дня люди добрые кто у вас тут старший будет а хоть бы я тебе то что с того ехал себе езжай дальше покуда цел мы тут чужих не привечаем типа смотри с кем говоришь давно не пороли морда воровская смотри с кем говоришь давно не пороли морда воровская варежку прихлопни в шаттер давито они то обид к нам выйдет мало что пастырем вашим обоз не присылаете так и посланнику их угрожаете усмотрите воробушки сейчас дочерикайтесь замес здесь и сдохнешь замес ты его ребята будет нам конь вправный господи выдаст перед замесом сколько говорите перед замесом просто перед тем как сдохнуть в то есть вот правда я должен был на хрен через дорогу про просто через дорогу через дорогу пройти и узнать что же в этой деревне тут она про перестала приносить у это боюсь я послал туда кого-то это же за 30 верст нужно ехать через дорогу просто через дорогу она была это на ему паять правильно вот так всех их вы не могли просто выйти посмотреть чё там из-за забора высунуться увидеть что там чё-то не то крикнуть эффект чё так а брак то будет ой да скоро вас скоро давай тут нет нельзя было так где я да но слышали на небесах молитвы наши а вы кто такие будете вы господин хороший крестьяне здешние а это кто был так тоже их разберет кто казак кто холоп беглый до стрелец бывший за словами вовсе литвины лилях со всех концов собрались душегубы да все на нашу голову или ты волоски такие из носа разбойники значит дать и лесные сущие звери хоть и в обличии людском раньше почищобам да врагам прятались а нынче вона как осмелели и оброк монастырской они тоже себе забирали истина так милостивец что находили выгребали все почистую до последнего зернышка ну теперь все их добро вам достанется казна то небось у разбойников имелось там того добра они же его не трудом добывали а грабят кого день-другой в шелках походят а на третий снова и спотнем в дырах щеголяют что не пропили то на девок спустили ну девок заменила кошель вы вернешь а там разве что параблок друг за дружкой гоняется кони до оружия зато вам достались хоть и дрянные но тоже денег стоит а по нынешним тревожным временам так и вдвойне против прежнего это верно хоть будет на ком пахать а то с лихоимцами этими никакой жизни не было всю скотину извели даже куренка не сыскать куренка ты за что так что мне отцу настоятелю сказать ждать ему от вас добрых вестей все непременно милостивец скорости обоз соберем да отправим даст бог не все пожрали злодеи от чего-то сыщен так отцу настоятелю и передай вот хорошо порадую его я и письмецо с обозом отправлю подробно подвиги ваши опишу пусть отец святой благословит на дела радные без помощи вашей мы бы тут скинули в скорости век помнить будем россия этим накажем спасибо спасибо и детям накажем помнить чё по огню ну-ка огонь какой у нас князь-то в огне горит а он туда и не повернет видимо да я туда них они поворачивают туда нельзя туда мне нельзя 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 мне туда в огонь нельзя ну все назад сквозь леса сквозь поля не знаю доберусь вообще не доберусь что будет вот это было путешествие не знаю как вернулся что-то можно с ними станции опа прикинь чё прикинь можно еще и давай давай сильно паться с вас 2к давай иди птицкая вас перед домом ёлка опять растет такое с этими ёлками они все время вырастаешь за ночь ну чё дед я сходил далеко было но я справился побывал я в деревеньке той очень быстро ты обернулся сын мой видать конь у тебя добрый рассказывай что же приключилась там хворь всех одолела или еще какая беда до разбойники с ними приключились надоело им по лесам мерзнуть решили себе поместье урвать вот же напасть какая раньше ты помыслить о таком никто не мог нынче же и не веду и у кого подмоги просить у князя пожарского войска мало не будет он стрельцов по малому делу посылать на прочих и вовсе надежды нет видать придется самому ехать может не оставит господь милостью даст сил вразумить заблудших не надо вам просить никого и ехать тоже никуда не надо да как же это он и не ехал да татья эти по гордыне и злобе на меня напасть удумали не собирался я их всех и вот оно как да вы о том не печальтесь татья эти свои души давно уж загубили то сын мой никому не ведомо даже в самой черной душе луч света найти сможет а если раскается грешник чистосердечно то и спасение обретет вот и же ты же небось увещевать их не пытался сразу за саблю схватился до некого был там увещевать одна рожа гнуснее другой эти вовек бы не раскаялись кабы я за саблю не схватился не стоял бы тут а татья эти по-прежнему над крестьянами бы измывались может и так сын мой может и так не был я там судить не могу просто тяжко мне на душе от пролития крови пусть и не прямо но по моей вине она учинилась ну так то оно верно да как по мне очень так лучше уж волков с медведями жалеть они то звери дикие неразумные не ведают что творят а то вроде и люди были вели себя хуже зверья ли снова это в тебе молодость говорит сын мой да кровь горячая дай бог поживешь на свете с моё может и одумаешься умеришь поспешность свою я очень далеко не заглядываю день прожил и за него спасибо что там дальше будет время покажет на душе неспокойно и помоги много у меня впереди трудностей боев очень на душе неспокойно помоги мне очень благое дело вы делаете и помочь вам каждый должен что это кто держи сам мой храни у себя не раз она поможет тоже такое опять всем селом озвучивали сашка заболел позвали петьку я уж был хотеть хотел сказать единственный персонаж хорошо озвучены это шью ну и нет и не надо поговорить с благодарным с семеном благодарный семена ну-ка ну-ка где у меня чудо это озвучивал юрия каешь азиба а есть у меня чё нет камней ко мне нет есть а чуку разблокируем слот установить ничего не могу ну и не надо ну ратник так и ратник чё больше ничего нету то кратник щит алкан копьё полкан пистолет колесовый ничего больше не дают хрен его знает как получать магазинов не вижу денег тоже как говорится дам все денег нет да мы там погнали это какие-то ляхи застав может враждебный или дружный и чего мне с нее там же нет значков поговорить с ним пошли дальше что давай беги за экран я хотел то алан ну что друг любезный удалось помочь монастырю до добрался с их бедой асиба я не смотря весьма он настоятель передал ух повезло а я уж и у князя от просил ты про эту игру придется все же в монастырь ехать про эту игру так в чем проблема хоть отдохнешь немного сам говорил что князь тебе сидеть на месте не дает да ты прав только я уже привык что куда-то скакать надо о придумал а давай на охоту съездим мужики сказывает зверя нынче много на охоту это же народ собирать то мы по простому вдвоем повезет оленя добудем а нет хоть зайчишек к ужину привезем их сейчас в полях немерено скачешь так и пур скают из-под копыт если вдвоем да прям сейчас отчего бы и нет эх раньше то я охоту любил псов держал свору сокола свои были сам по гнездам за птенцами лазал на крыло ставил зато и били они у меня в лед любую птицу только с руки спустишь а он крыльями взмахнет и уже стушкой в когтях а вот у меня своих птиц не было как замять не нынешние кончится приедешь к нам научу грошит от плюс время боя внизу слева иконка пистолет на расстрелять может а мы проверим спасибо огромный привет приятной игры как впечатление смутные ого вот это волки борзые у вас тут по лесам чё опять случилось почему я здесь почему я здесь что с текстурами корней а где чувак который рядом со мной и только что скакал где волк который должен на нас напасть я в какую-то гробином тупике сейчас вообще стою чё за что вообще происходит коммент коммент понравился где значит ведьмака мы скипнули а как шашкой на земле славянской махать так мы за обе щечки кушаем а ящеров своих ищем конечно и байкальской водицы волки волки рис рис павцу волки так fk вау тебе в в чё так копьё смотри чё могу смотри чё могу смотри волк чё могу волк смотри чё могу ах ты ж твою мать чё за чё за насилие над славянами это я не про покупателей смуты хорош вот так мы его вот так мы его а чё я не попадаю в смысле а почему я не попадаю то а чё они попадают а ой байкальская водица нужно у тебя бич давай да чё с этим волком то не так ах ты ж мать с ноги на с ноги у да не попадаю по волку чё так вниз бей вниз вниз внизу ты поверку бьешь дурень спасти семена где семена почему буквой и не используете господи даже в русскоязычной игре где только есть русский язык вы букву и не используете в чем проблема вообще какие-то у вас проблемы с буквой ё что ли я не понимаю она накладка если у вас на клавиатуре не нарисовано она вот-вот-вот в левом верхнем углу под эскейпом нет медведь нулевого уровня я пошел отсюда нет мы должны спасти семена тихо чапе стоит перезарядиться джордж за шо господи это еще что такое окрестностей н.н. кого наталья новодворской а вы действительно хотите да а шкуры собра так где я блять отсюда отсюда f5 есть f5 нету чизис красавич ты прикалываешь отсюда чё за подожди может я не то загрузил знакомство со стрима уховым 17-20 реально последний сейф 17 минут назад 17 минут назад последний сейф я там уже нахрен на другую локацию перешел почему в харю тебе мать твою чё ха 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 упырь я тут с вами время трачу ха ха у него там болен варишь творит а ты смотри чё творит ружи позорно давай все это она еда и отпустить господи это хоть пропускать можно ну как уж френа то там прям в новую локацию мы уже перешли и все равно не было сохранения чё за ерунда ну не так же ну 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 смысле что за издевательство и теперь снова привычки начал перематывать не снова к этому священник а потом все то с ним скипать благое дело вы свеча из троицевого монастыря мне была дадина да правильно работай солнце еще высоко хотя за водкой пошел чтобы спать не надо побереги здоровья да иди да скачи уже елки-палки медведь научил пертеть блин а если я опять сдохну там ну что друг это же опять заново начинать как замять давайте угорайте да пропусти уже это привет косарик что волки яйца не грызли мишка да найти семена кыш проклятый порублю на клочки кирилл снэйк плиз спасибо кирюха спасибо там волк сейчас вылезет смотри ай-яй-яй-яй-яй че с этими волками не так тут же невозможно ничего делать они начинают тебя грызть блин падлые так есть давай-давай-давай-давай волка нагибай к кауч бак бог да что ее вышло то я вот блокер так попить здесь можно где я попить хотел бы водиться байкальской перед медведем стыдно перед медведем же настоящий соус лайк реального еще ребят а мою пятихатку приглашаю белград спасибо огромное пропустил видимо медведь меня учил пердеть привет только подключился какой успел сложить мир можно хоть на один про не сравнить с прорывом man fish нет это историческая игра с подобием геймплея так так вот он вот он вот он есть бежим бежим мать твою пока пистолет не перезарядился семян держись бежим 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 пистолет призы где он ага гниль чё застрял там в дереве вот и сиди там здесь моя территория боже мне кажется сейчас сосну снесет а если я сейчас шмальну него папа ну все медведь попал ты попал ты медвежатина то здесь главный властитель пистолета и мушкета хорош вот так that's how we doing семян how are you ты как живой сильно тебя зверь понял да вроде цел так подрал немного но руки ноги на месте а мясо нарастет да уж съездили на охоту до охота-то вышла да не наша сами чуть добычей не стали главное отбились да повезло что нас двое было и с оружием тут и мужик бы с дубьем не отмахался а уж про бабу или дитё говорить нечего в миг бы на клочки порвали ты верхом ты ехать сможешь а то может мне в ближайшую деревеньку за телегой податься не не настолько я уж плохо как выгляжу все для удержусь крови на тебе больно много как бы валиться из седла не начал крови много но не вся моя до дома доеду а там уж где где кровь где где она 3 если что я рядом держаться буду подхвачу да уже из тебя не видать мне света белого а как иначе то добывало и по-другому знавал я одного хоть и боярского роду в гости опять ключевую как утра ближников своих на погибель а сам прочь ускакал так что и стрелой не догонишь бывает но я не из таких верно спас ты меня от смерти лютой отныне я тебе жизнью обязан да ты главное князю за меня слова замолви да и про медведь не забудь самое мало что сделать стремоуха вы свои долги всегда отдавали и милославские тоже но не о том речь если выпадет нам вместе в бой идти не до счетов будет то сколько раз кому жизнь спас я теперь за честь почту в бою с тобой рядом быть и всегда буду твердо знать что спину мне прикроешь ты давай не горячись раны не беспокой тебе сейчас главная забота до дома доехать бой от нас никуда не денется врагов на всех достанет и ланнистеры тоже долги отдают спасибо белград большущие те за поддержку за донати благодарю синхро буфонада не удалось у них да согласен горится какой да ничего зайцы залегали он у меня такой меня слушать не хочет и в коридоре это озвучивали но все равно лежать не могу нельзя товарищей в беде бросать понимаю студия арендуют дорого часами телепортируясь ты и такое то так куда в смысле кто исчез здесь с этой привет барыня да как же так мало вам войны так еще и на охоте едва не сгинул ты уж прости оплошали я уж думала мой один такой дурень отчаянный а глядишь нашел себе пару куда только глядел прости мать чё решили поохотиться повеселиться чутка не спорю на мне вина не доглядел я гордыня обуяла думал с людьми рубился чем не зверьё дикое она вон как обернулась но даст бог быстро оправиться пока лекарь не скажет лежать будет лекарем волю дай они и здорово залечит как сможет встать то лучше знать семёну ему волю дай по княжескому делу и на кровати поскачет я князю доложу что приключилось а дальше он решит так ну чё там и когда с мининым поговорим уже нет я думаю до конца стрима успеем не вернуться в нижний чем зачем ты слез почему я просто не могу включить экран загрузки на коне вот и поохотились ачивка посмотрим что за князь пожарский так ну наконец-то ну наконец-то ребята нуждали ждали весь день весь вечер дождались на конец войти в палату и вот вообще посмотрим как живут люди о прям так и ходил весь в латах удобно же о палаты царские сразу видно достойные люди живут ките где-то даже о китя я китя так а ну кить как прорисована достойно достойно и учить правда непонятно ума волчина семён рассказывают что умеешь ты дела непростые решать если я за дело взялся то сделаю только к делам тайным душа у меня не лежит мне бы на честный бой чистое поле до лицом к лицу мой отец воеводы был не уж то для сына отряда малого не найдется не торопись боярин всему свое время будет отряд тебе и немалый но сейчас у нас другие нужды чтобы с поляками да с предателями земли русской в чистом поле сойтись до того поля еще дойти надо как там часа два до конца идти не растеряв народ по дороге и за распри и прочих неурядиц а силы свои приумножив слышал я про мудреца одного из далекой земли сень сень говорил он что самый лучший полководец тот кто еще до битвы сражения выиграл а я отсылочка то какая вправду модер был тот иноземец дельно говорил мы с кузьмой мининым пока не сабли с мечом бой ведем а речами да письмами а дела со всех сторон одолевают людей вокруг много но как начнешь думать кому дело поручить один верный на умом не вышел а другой хоть умный но сторону по пятому разу меняет все никак не найдет где лучше мы писали на бочку с порохом если для общей победы надо я готов за любое дело взяться такие слова мне по нраву есть тут забота одна думал семену поручить а с ним вон как вышло прибыли на медни немцы наемники отряд хоть небольшой но справный все при оружии доспехи кони добрые часть за городом лагерем стала а командиры их слободе сели наняться готовы но денег за службу свою хотят больших а главное шепнули тут мне что немцы эти прежде в грабежах и разбоях замечены были тогда просить их а если подтвердиться то и на плаху чтоб прочим неповадно было так их ты из плеча рубишь не все так просто тогда мне что делать надо съездить в слободу и с командиром их поговорить да мне с ним речь вести но включена красный постам послать кого из дьяков тоже неладно выйдет ну как скажет чего не так его и порубят почем зря ну меня так просто не взять потому и хочу тебя послать переговори с командиром немцев этих и назад возвращайся расскажешь мне что и как а там уж и решим что с ними делать по его спаде спасибо ребят князь мне доверяет боярин кручина будет доволен парням из спл привет спасибо за пять баксов александр п спасибо за соточку за сердечко благодарен благодарен дальше спасибо кому-то за целую пяти хаточку благодарю покорнейший от души спасибо за донатик и вячеславу вячеславу тоже за пяти хаточку мое уважение аси большую приятного просмотра то ну что печь погладить нельзя балл не накидываю так что идем дальше но палаты царские царские интересно из чего эти окна кита ромбики чисто тактик никогда не поймешь то ли историческое что-то то ли текстуру какую-то левую просто накинули в попыхах али шарится там кто аль медведь пердеть учить где искать этих немцев ладно поговору найду поговору найду он прекрасно а я по компасу так подожди кажись так я на них не выйдут а карта тут есть о балдеж ребят карта как ее выдвигать как как карту двигать эй алоэ как карту двигать о а можно только приблизить а вот максимальное отдаление вот максимальное отдаление все двигать нельзя больше так это новгород вот это все серое этого не существует это так просто нарисовали вам для красоты вот только белая вот тут можно пошариться немножко тут можно пошариться короче как то я должен сюда попасть где-то здесь вход все все узнает пойдем искать может тут о нашел так ну чё опять им будешь затирать про ларибой чем пожаловал московить я от князя пожарского комит пришел от князя гуд когда князь будет говорить со мной князь велел сначала мне с вами переговорить у него много дел он со всеми желающими встретиться не может говорить со слугами нам не о чем я уже называл плату за которую мы согласны пойти на службу князю кемскую волос не отдам спасибо свдгим как те игра хорошего стрима ну как ну типа просто куча диалогов вот и все с богим геймплеем красивая хорошая графика плохая анимация очень много диалогов чаще все а ну и убогий геймплей и кто таков меня слугой называют князь пожар считает что много просить до князь пожарский считает что вы слишком уж много просите мы не просим мы называем свой цена других славе не будет мы стоим этих денег до последнего крейцера и князь ее заплатит ну все мрази просто и на зиму ты так решил немец мы единственный ваш шанс вы не умеет воевать правильный строй дисциплина никакой мы умеем и мы стоим дорого мы в топчем польский шваль в землю а я думаю князь пожарский не согласится на ваши условия мы возьмем свое жалование сами здесь много богатых деревень а твою голову отправим князь за 5 меня хотят убить за что я вообще ничего не сделал не хотел какого ладно так там вот часто за что сейчас за что просто вообще ну я тоже могу делать пиф-пап да хорошую я сейчас подойду к тебе я сейчас подойду к тебе как накидаю спалашата своего или чё там у тебя сабля да вот таким вот так у нас как у себя дома хозяйничают не дело это так и надо всех убивать просто приходишь поговорить убил я не знаю до этого было хоть какое-то основание сейчас что-то просто нет мы не договоримся купить их потому что мы иноземный тварь ой блин поляков бьет немцев бьет всех чет бьет зашел вообще ничего не сделали просто какие-то просто типа говнюки почему они решили его убить зачем это было быстро ты боярин обернулся ну что сказали те немцы похвалились много наши умения воинские поносили убил я короче сказал я что не захочешь ты князь дела с ними вести так и вовсе похваляться стали что дескать сами награбят сколько захотят вот злодеи нет уж с такими дела вести себе дороже а так не придется дела с ними вести к ней и не получит неужели одумались или что иное с ними приключилась каюсь князь не сдержался такое поношение слушать схватился за саблю а там уж понеслось вот оно как писали про тебя голчен и семён что дерешься ты знатно а теперь ей сам это как письма дошли быстрее чем я олезли скажешь что виноват что горяч скажу впредь старайся саблю лишний раз не доставать из ножа где косовая бывает врагов у нас много нет а друзья иные тех врагов похуже но сейчас твоей вины не вижу паршивые были людишки сгинули туда им и дорога нынче пошлю стрельцов чтобы оставшихся за городом прочь прогнали да а мне что делать службу ты нынче добрую сослужил не только мне всему ополчению вижу можно тебе дела доверить и не простые а посему будет у меня еще просьба кузьма минин уж давно просит помочь в делах его минин минин же купец простой что у него за дела такие может ему писали с диаком надобны ты боярин говори да не заговаривайся кузьма минин в ополчении второй после меня человек будет и все труды его сейчас на благо нашего дела общего день и ночь трудится живота своего не жалея но если ты так говоришь что и впрямь зряшные слова я сказал делом исправлю где мне минина искать в лагере он помогает войско собирать тот чужие отправлюсь как письма заходит кончить дорогу же все поход через дорогу живут тигру проходить будешь данной короткая вес придаваешь пройдем поржу гуляет али шарится там кто я все жду новый рофл за каждым углом и они таки есть ну я типа отправился в лагерь где он там этот лагерь запился узнает опять дед на дороге меня видать на машине увозят каждый раз потом просто в грязь выкидывают дальше самка хочет вертись так а вот и лагерь то тут у нас заки чувство ты заставы мне голову морочить что там я не сделаю все лагерь минина леса здрасте здрасте лагерь минина чек дорогу передай привет лисенку привета цвета слова спасибо так где там водицы байкальские спите подожди подожди с табачком турецким надо байкальской водицы из пить а еще самого сорока белобоку где-то там на миникард у меня чужой крошки подожди ну хороша так где-то что сорока не знаю зачем они нужны но 150 метров до сороки блин ну ведь дерево из ведьмака зачем тырить было то ну 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 все он потом к сороке давай сменим поговорим сорок 150 метров черт знает где как неудобно тут так крутишь вот эту камеру и по радару летают эти иконки рад что добрался ты наконец до нас юрий дмитриевич филатов про тебя много лесных слов наговорил с филатовым я сам по себе аквам сейчас меня князь пожарский отправил так еще лучше князь людей с первого взгляда насквозь видит куда там филатову раз уж он тебе доверия удостоил это в нижнем лучшая рекомендация теперь для тебя любые двери открыты ну князь сказал помочь вам в делах надобно всему свое время юрий дмитриевич я же князя знаю он сам о себе не думает и о других порой подумать забывает верно вот гляжу я кафтану тебя дорожный пылью покрыт местами так и вовсе рваный так у меня обоза то нет что в суммы влезла то и вожу я к чему веду если уж князь на службу тебя берет и действует ты будешь на благо вот это правильно то и выдать мы тебе обязаны все что положено новые смотки сейчас я воеводе нашему отпишу к нему и ступай а потом как вернешься и о делах поговорим отпишу то есть твое письмо каким-то чудом дойдет быстрее чем я ну ладно а ну да уже просто кинул такой я напишу воеводе такой сайла ее на об черном о кафтану выйдут хороша шматко лови ты стала быть сын бывшего воеводы нашего дмитрия юрьевича милославского он самый вымахал так и вымахал на такого молодца у нас и кафтана может не сыскаться я не просил своя одежда имеется да шуткую я сыщется у нас и кафтан и сапоги да и шапка найдется спасибо минину и друзьям его расстарались одеть и обуть людей родных так может кому нужнее тот кафтан будет я не гол и не босс просил не просил порядок быть должен раз уж ты в ополчении да стрельцам приписан должен быть как все одет обут да и обучен наслышан что ты с саблей ловок а с бердышом как палить умеешь палить умею стрелять то научен вот с бердышом тренировался мало но это дело поправимое у нас даже в дурне деревенских этого науку вбивают а если уж человек не дурак да понимает как за древко браться то и того быстрее выйдет вот за это благодарствую воинская наука никогда лишний не бывает тут и она а вот переодели меня красавчик человек государь и сразу видно поговорить с десятским стрельцом где-то там красавицу и лес ты мой десятский кто из вас стрелец десятки сохранить где тут сохранения а да смотри реально есть прикол дэс доводилось раньше бердышом работать в руках держал но мало а в бою не привелось оно и понятно по походке вижу ты к коню привычу опять он каком-то коридоре озвучивает тот же топор но с хитростью с ним в поле стоять строй держать на стенах отбиваться случится всякое может и в поле с коня садить могут его саду сесть и самому на стену лезть а кони то по стенкам вверх не скачет верно смотри бердышом с подручной бака удар страшный выходит что кольчугу что доспех разрубит а если повыше за древко перехватить то и колоть вражину выйдет не не с подручной случаем копьем или думал себя вышло так то она так но кто тебе в бою то копье подаст а бердышом и рубить выходит и колоть и от вражеского удара прикрыться а еще для пищали опора выстрел вернее выходит надо привыкнуть пока в руке не ладно лишь затем здесь время и проводим видишь бревно и я вижу руби его смело за день на щепу изведешь тебе умение а нам для печи ростов а где мы девушка бердыш ухватистая врагов порубить так дрова наколоть как же он это опа 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 давай до блока спейс а это типа это типа блок опа опа смотри какой разворот на 300 на 380 градусов разворот совиный совиная защита сзади активирована ну машешь ты конечно молодец помню как-то учитель истории в универе спросил меня говорит ответишь поставлю зачет зачем в бердыш вот сюда вот видишь в лезвии дырочки были вот дырочки в лезвии бердыша вот там вот где вы видите вот 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 видите там дырочки вот на хрена бердышу дырочки я чё-то помню там колечки какие-то вставлялись в них и что-то да кажись в дырочки в эти вставлялись колечки что лишь чтобы он не не застревал в теле противник что ли когда рубишь не помню точно а надо было всю жизнь запомнить но зачет получил вот юрий дмитриевич теперь совсем другое дело даже издали кто глянется она будет непростой ты человек так и надо это уж точно ваших стрельцов издалека видно пору кафтанчик-то сукно доброе сапоги по ноге пришлись да все доброе как на меня шито вот и хорошо а то бывает всякое сколько ни бегай за всем не уследишь людишки то разные но и на святое дело последнее отдаст а другой тут норовит гнили подсунуть немного целях лицов добыли уж случай а вешать за такое не пробовали тут юрий дмитриевич с плеча рубить не всегда помогает двое то может испугаются а третий про себя подумает он-то дурак был потому и попался а я умный всех объегорю да на хромой козе я поскочу ну вам виднее но я такое воровство не спускал а мы не спускаем но то мои заботы а тебя я о другом просить хотел ты же наверняка про третью день услышал такую деньги как тут не услышать когда все про нее только и говорят и что говорят да больше друг перед дружкой похваляются кто больше на ополчение отдал что же такое состязание нам на пользу а еще говорят что тех кто не дает самих в холопы отдают а все их добро в казну забирают и такое делать вот так их и надо правильно говорю же люди разные не все понимают когда к ним с добром поначалу но все же начинать надо с доброго слова и вот у меня какая к тебе просьба будет юрий дмитриевич есть у нас в нижнем три купца я с ними дел не вел но знаю доподлинно люди не бедные но денег на ополчение не дали собаки да не дали пока ты уж навести их поговори душе ну чё опять порубить кого-то дашу за соблю чуть что не хватайся а я не чуть что наслышан уже о твоей горячей голове я сначала на хамлю к если запираться начнут до отказывать может ну если откажут возвращайся мы тут подумаем что и как делать ты юрий дмитриевич пойми нам от них не головы повинные нужны а деньги так что не спеши из плеча рубить понял тебя господин минин так и сделаем рубить не будем кстати да он сказал иди бревно там поруби бердышом а там кукла из сена где бревно хрен бы его знал нет бревно так у горит с купцом калашниковым и сороку заодно отсорочить ой коня мне дали ты посмотри какого ну теперь я на знатном положнике да давай уже на чем моет палатку тряпкой протирать палатку тряпкой кстати чё там с этими с коровами там я кстати не посмотрел так там прошлый раз корову до или прямо в грязь интересно все так же и осталось он был в начале игры глянуть ай-яй-яй-яй не посмотрел 71 метр а это тоже 7 короче сорока где-то здесь прям рядом с калашников ты лысый или у тебя чё там на голове шов от модельки модельки на башке прикол 3 ход ток не хватает был бы хитман так где сорока белобока 12 метров меня больше сорока беспокоит и случаем 6 метров типа она улетает от меня что ли ли чай с ней должен сделать а смотри она прям улетела и что я должен сделать шмальнуть в нее что ли ну вот она сорок типов от краски что ли смотри камнем смари камнем чем можно федя в бреде съел медведь балдеж я чё должен попасть в нее а вот там цель даже есть федя в бреде съел медведя федя в бред я же попал да вы чё охренели ну я же попадаю ну блин ну это не честно я попадаю у нее ну я почему а чё можешь шмальнуть в нее нет нельзя шмальнуть а чё делать можно хоть какое-то обучение или она была на так быстро промелькнул что я не заметил где я сейчас альты в 4 сделал как замочить как как ее поймать она указывает путь к тайнику о господи как я должен это нахрен был понять вообще типа ага ага хрен просышь не но принципе почти цусима ребят где она почему туда просто цусима на руси вот здесь тайник типа вот это к туха а разрубить тут нет где до дожди она чё назад вернулась или ничего не понял ничего не понял вот этот вот вот это вот это вот это вот это открыть сундук вот это там земля там гаханская я штаб нажал почему мне карту открыли там 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 тамада какая-то короче разблокировать нет дожди сблокирует у меня же был уже разблокированный слот смысле почему разблокировать я же уже разблокировал дожди у меня был разблокированный слот просто вставить было нечего вот так да вы да вот так вы да у меня повторно его надо разблокировать прекрасно этот слот разблокировал вот подожди это не честно я его уже разблокировал раньше а наверное это было тогда я не сохранился а вот чё так ладно а чё тут есть у меня а а ничего понятно а тут чё у меня есть у оскорка значит чё тут у нас это слепавис можно на то сорока белобука это чё юрий может использовать интуицию верхом на лошади ого невероятно лошадь постоянно скачать на максимальной скорости невозможно самому мне это воспроизвести конечно же ладно оставляем сорок этих дурацкий сказать так будет и федю в бреде который съел медведя тоже обязательно оставляем здорово здорово князя и царь всея руси так друзья давайте на этом тормознем три часа уже стримим жопа отваливается люди тоже потихоньку уходят со стрима шеду спасибо тебе за соточку благодарю не заметил вот что ж вот такая она смута вот вот такая вот она смута я не знаю сколько там занимает полное прохождение спрошу сейчас посмотрим долго ли стоит ли до конца вообще добивать но если в принципе там еще на 2-3 стрима то можно и добить конечно посмотреть чем все это кончится все таки 12 концовок в игре невероятно не невозможно себе представить что здесь 12 концовок но так и есть понимаете невероятно игра считается скромной как вот пишут потому что тот же kingdom can бюджет 36 лямов ведьмак 380 лямов у смуты всего лишь сколько 500 500 миллионов 500 миллионов это чё там 500 миллионов это подожди а 500 миллионов это сколько в долларах блин где грёбаный калькулятор это не то 500 миллионов да не не столько сколько там доллар то у нас сейчас ну пусть 90 и того нет это 500 тысяч чё это я вел у короче пять с половиной миллионов долларов где-то так вот да где-то часть половиной миллионов ну типа немного считается до по меркам игр на самом деле я не знаю 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 но если у вас мало денег если вы не тянете такой мега проект вот это вот все ну может как-то попроще тогда сделать может где-то что-то сократить да ну чтобы это все чувствовалось как вот ну прям литое все отработанное отполированное нет пофиг тут кое-как там так сяк граф он хоть хороший не знаю я не знаю не знаю зачем зачем вот это вот оправдывать я не понимаю вот этого тоже оправдывание типа ну ребят было мало денег они типа чё школьники какие-то делали школьные проекты у них баллы было мало денег поэтому он вышел типа не очень нет они делают продукт который продают за реальные деньги и мне в общем-то как конечному пользователю совершенно насрать сколько у них было бюджета если этот продукт местами выглядит убого допустим вы купили колбасу она какая-то там не знаю недоваренная ну типа у ребят было мало денег на хорошее оборудование чтобы колбасу варить войди в положение да мне похер я как бы другую куплю которая вкусная то есть но примерно вот так вот это же не школьный инди проект огромная студия 5 миллионов долларов значит надо было где-то урезаться чтобы на все хватило и на анимации хватило и на умеете в боевку вырежете боевку сделайте игру другой я не знаю какой не повествовательный квестом адвенчурой нет нет же кстати где реклама этой смуты что-то я тоже не видел сам у нас тут особо рекламировали смуту так что как человеку который должен платить за нее деньги не мне чё мне ключ дали за так спасибо благодарен вот но тем людям которые покупают а зачем зачем мне это покупать вопрос вот наверное большинства людей а еще чтобы отбить это отбить игру бюджет игры нужно продать минимум два с половиной миллиона копий да правильно а так как они еще по предзаказу за 1600 продавали плюс еще какой-то там ну нужно деньги какие-то отбашлять еще в к может там себе берет или еще что-то не может века точно себе берет тогда наверное нужно продать три с половиной может миллиона копий и они не продадут три с половиной миллиона копий это факт то есть в принципе игра убыточная была самого начала ну хз 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 мое мнение надо было отрезать половину из этой игры и сделать кайфово чем сделать вот так но криво прошу прощения старался подписаться не получается вячеслав ссылка в описании подписка на бусти и попадаешь прямо телеграм закрытый чатик и мои благодарности от всей души спасибо тебе большое за пятихатку за поддержку благодарю вот так вот ладно друзья спасибо всем кто был я думаю продолжим еще на один стримчик точно залетим огромное спасибо тем кто закинул монетку жду вас всех снова с был гедеон всем мира и до следующей миссии и и не и не и КОНЕЦ КОНЕЦ